Девушки отдыхают Роман Костенко, народный депутат Украины, киборг, полковник СБУ, который сейчас находится именно там Я не могу и не буду вас спрашивать о том, наступает ли действительно ВСУ на юге Украины Если вы можете сказать, то скажите, если не можете, то не будем на этом сконцентрироваться Но хотя бы гипотетически, вот вовремя ли было бы сейчас наступление там? Ну то есть, какие-то условия сложились или почему мы вообще об этом заговорили? Я думаю, что именно это южное направление, где у нас есть правобережный плацдарм Где РФ оккупировала наши территории на правом берегу Днепра Он достаточно перспективный для нашего наступления, потому что тут есть логичная, скажем так, логичная цель Это как минимум Днепр Куда можно выбить врага, где можно стать и перейти в оборону по линии Днепра И он есть таким естественным препятствием, как говорится И, реально, это было бы для нас очень хорошо, выйти на эту линию То, что сейчас происходит, мы ведем активные действия Можно назвать это наступлением То, что я видел непосредственно, на некоторых участках Украины имеет инициативы и враг просто мечется назад-вперед Но дальше нужно подходить к этому комплексно и продвигаться вперед И бить врага, и выходить на эти рубежи, которые мы себе наметили Наше задание Наше задание – выйти как минимум на дальность поражения ствольной артиллерии левого берега Днепра или мостовых переправ Это даст нам возможность не вести бои за Херсон Если противник начнет видеть, что мы держим под огневым контролем его пути отхода То он будет делать все, чтобы выйти на левый берег Вряд ли он останется в Херсоне, зная, что его могут отрезать То есть нам нужно подойти на 20-30 километров к другому, к противоположному берегу Днепра Для того, чтобы мы могли обстреливать этот берег Днепра А русским выгодно в таком случае форсировать Днепр и пытаться нас отодвинуть на этом берегу Днепра Правильно я понял? Нам нужно с тех позиций, которые у нас есть, подойти еще километров на 15 вперед Даже не полностью под Днепру И взять под поражение ствольной артиллерии, кроме Хаймарсов Которыми мы стреляем, кроме реактивной артиллерии Взять под огневой контроль именно ствольной артиллерии, как минимум пути переправы на самой реке Днепр И, минимально, левый берег Днепра тогда будет эффективнее и тогда мы сможем контролировать А враг тогда не сможет ни перекидывать резервы, ни маневрировать по правобережному плацдарму Поэтому, я думаю, что тут, если мы это сможем сделать, то враг сам уйдет с этой территории, с правого берега А как вы, я не знаю, видите, чувствуете, знаете, сильно русские держатся за Херсон? Потому что есть такая версия, что Херсон им не то чтобы очень нужен. Я думаю, что россияне будут очень сильно держаться за сам правобережный плацдарм. Херсон – это не есть исключительно военное решение. Все, что сейчас происходит с военной точки зрения, невыгодно России, потому что правильными были бы два варианта – или наступать в сторону Одессы и Николаева для того, чтобы увеличить эту дистанцию и не дать нам возможности поражать пути, по которым они провозят боеприпасы, логистические пути, или отступить на левый берег. Если у них нет сил и средств, а Украина имеет силы для обороны, логичнее было бы отойти или сделать линию обороны по линии Днепра, или накапливать войска там, но они этого не делают. Я считаю, что держаться на правом берегу Днепра – это исключительно политическое решение руководства Российской Федерации, потому что с военной точки зрения, еще раз скажу, не имеет логики из-за больших потерь со стороны Российской Федерации. Я думаю, что это то, что руководители Кремля могли выдать за победу, именно потому что единственный, по факту, город, который они захватили, это областной центр, это Херсон. А сейчас просто его отдать. Они всем уже сказали про референдум. Сказали, что там их коллаборанты просят присоединиться к Российской Федерации, а тут они его потеряют. Они уже ввели там пропаганду большую. Для них это большой удар по их авторитету. Я думаю, что исключительно политическая составляющая заставляет их держать Херсон. Если Украина возьмет, это будет очень большой прорыв именно для нашей армии, мотивации нашей армии и демотивации Российской Армии. Еще один вариант, по крайней мере от военных экспертов, какой я слышал, что россиянам выгоднее, или может быть даже в планах у них есть, отойти от Херсона и просто, простите, размолотить его из артиллерии, из того, что у них есть, ну как бы, чтобы не доставайся ты никому. Такой вариант возможен или не будут такое делать? Смотрите, если бы мы говорили про какую-то цивилизованную западную страну, мы бы сказали, что на 100% этот вариант нереальный. Но мы видим, что они сделали с многими нашими украинскими городами. Поэтому, конечно, он возможен. Я не думаю, что они прямо на этом сконцентрируются, что это будет их задание. Но, возможно, несколько вариантов. Во-первых, самим разбомбить и сказать, что это Украина. Во-вторых, например, вести боевые действия непосредственно с Херсона, подбивая нас на то, чтобы мы убивали их. А потом показывать, вот, смотрите, мы бомбим Херсон. Вариантов много и то, что Россия может его разбомбить. В том числе авиацией, не сомневаюсь, это же Россия. По поводу наступления, давайте вернемся, по поводу количества войск, которые нужны для наступления. Есть ли у вас такие оценки? Я слышал, читал от европейских экспертов, украинских, российских, о том, что наступление должно происходить при соотношении войск 3 к 1 или даже 5 к 1. Как вы это оцениваете? Тут нужно смотреть, в каком направлении мы наступаем. Вообще, это правильно, но не совсем много кто, когда говорит 3 к 1, считает солдат, пехоту, к примеру, 3 солдата на одного обороняющегося, 3 наступающих на одного обороняющегося. Но я скажу, что война несколько изменилась и тут именно солдаты, как пехотинцы, они уже не играют ключевую роль, даже как играли во время Второй мировой войны и других военных кампаний. Тут большую роль играет именно соотношение артиллерии, снарядов, авиации, танков, боевых машин пехоты. Когда мы считаем, должно быть так. И даже когда мы говорим про единицы техники, тут тоже 3 к 1 такой дискуссионный вопрос, потому что, к примеру, если мы берем гаубицу М777 или панцерхаубиц немецкую, или краб польский, они имеют намного большую и точность, намного больше разрушительные способности, сам снаряд. Если для поражения одной цели нужно использовать целую батарею советских гаубиц, к примеру, гвоздика 2С1, то тут можно эту цель уничтожить одной пушкой и поэтому, тут мы должны смотреть по качеству пушек. Не всегда работает это 3 к 1, если мы возьмем конкретно советскую технику, там будет работать 3 к 1, желательно, и можно идти. Если наше тут не обязательно создавать именно такой большой количественный перевес, а именно качественный перевес, идут расчеты несколько другие. Поэтому, как создается наступление? Непосредственно ищется место, где это можно сделать слабое место в обороне противника. Она прорывается и потом идет второй эшелон, который это закрепляет, но если брать две равные армии, то действительно, я соглашусь, 3 к 1 как минимум и не в гаубицах, а в количестве снарядов, в качестве снарядов, в расчете на 100 метров. Для того, чтобы развеять слухи или какие-то публикации, ну разные, украинские эксперты, русских экспертов. Одни пишут, что ВСУ несут большие потери, другие пишут, что никаких потерь нет, потому что, как такого, и наступления полномасштабного нет. В принципе, вооруженные силы Украины. Это цинично так спрашивать, но готовы к большим потерям во время этого наступления? Или все-таки, если мы поймем, что это нам будет сильно дорого стоить, мы не будем идти вперед? А то, что мы обороняем свою землю, уже показывает то, что мы готовы биться и готовы нести потери. Я хочу сказать, что никакое освобождение территории не может быть без несения потерь. Что такое большие потери? Для нас потери одного или двух наших солдат. Для Украины это уже большие потери. Но мы понимаем, что контрнаступление или наступление требует других действий. В других условиях работают солдаты и действительно, они под большим риском. Поэтому я считаю, что вооруженные силы сделают все, чтобы потери были минимальными. Но мы понимаем, что без этого не обойдется, действительно будут жертвы и эти жертвы нужны для освобождения наших территорий. Те солдаты, которые отдают своей жизни. Насчет, готовы или нет, это вопрос в том, я думаю, что есть какие-то. Я уверен, я знаю, что есть какие-то расчеты, которые это показывают, зная, какое вооружение у противника. Зная, какие действия он может ввести, есть расчеты вероятных потерь, которые мы можем понести во время тех или других действий. То есть есть способ сделать все, ну так сказать, малой кровью, да? Вот вы видите такое? Конечно, работает контрбатарейка. Я сам смотрю, как некоторые вещи происходят своими глазами. Я скажу, на это приятно смотреть. А вы находитесь сейчас вот на том направлении? Да, 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 я тут нахожусь и наблюдаю, и наблюдая сверху, наблюдая в онлайне за этим процессом. Я скажу, приятно смотреть, как кино, и кино. Где мы побеждаем, где добро побеждает зло. Где добро перемагает зло. По поводу сил россиян, которые там есть, на Херсонщине, британская разведка говорит о перебрасывании с донецкого направления каких-то частей. Американская разведка вот буквально днями писали о том, что сформированный третий армейский корпус из добровольцев на территории России, что его вроде как тоже перебрасывают через Крым в Херсон. Кадыровцы, десантники и вроде как Россия концентрирует там огромное количество сил. Что об этом знаете? Да, у нас есть информация о том, что войска постоянно перебрасываются в Крым, перебрасываются на левую сторону Днепра, некоторые части переходят уже на правую сторону Днепра. Они видят для себя это направление рискованным. Еще раз скажу, что они понимают, что для Путина это направление очень важное. В то же время, мы видим, что они понимают, что могут оказаться в оперативном окружении. Поэтому войска подтягивают. Тот же самый армейский корпус, много кто про него говорил. Он должен был прийти сюда и развернуть какие-то действия. Но сейчас, по факту, они тушат пожар, который разожгли вооруженные силы Украины на юге. Пытаются его сюда завести, рассказывали про него много, что укомплектованы самой современной техникой, что у него танки Т-90 стоят. На самом деле это те, кого могли мотивировать за деньги. Возрастной ценз людей там уже за 50 и техника там не самая лучшая, снятая с баз хранения. Ну, и хотели их, насколько я знаю, в Запорожье должны были действовать. Но сейчас направляются сюда. Так мы их ждем. У наших всех военных частей есть боевой опыт. Есть современное оружие. А они приедут с оружием в 60-х, 70-х. Ну, будем воевать, нам есть за что драться. Интересно, мотивация за страну и мотивация за деньги, посмотрим, кто выйдет победителем. Но тут есть важный момент. Если они перебрасывают с донецкого направления, значит, донецкое направление ослабевает или харьковское, или они компенсируют это артиллерией и все? Мы видим, что они перебрасывают. У них, во-первых, там по некоторым направлениям было почти в пять раз больше. Они прямо проламывали нашу линию обороны, в пять раз было превышение количества войск над войсками Украины. И то, что мы видим, это все-таки значительная часть идет пополнение через Крым. И именно те части, резервы, которые не были задействованы в боевых действиях, а те, что были задействованы, они продолжают оставаться на Доничине. Глобально войска они не сняли. Там еще много артиллерии. Поэтому рассчитывать на то, что прям станет там намного легче, я бы не стал. Но все-таки, да, некоторые части мы на себя перетянули. Спасибо вам за это и спасибо вам за ответы. Так, спасибо, что с нами были, долучилось до нас и успехов, пана Романа. Боразить себя. Спасибо. Спасибо, что были с нами. И оставайтесь вместе с НЕКТО. Ставьте лайки, комментарии и ничего не пропускайте. Подписывайтесь на наш канал обязательно. И дальше будет еще интереснее. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok